Включается, вы получили большую информацию и уедете его сегодня, завтра, а уже в понедельник пойдете на работу и будете больных принимать пищи, показывать помощь, слушать залоги, как-то надо меры будет принимать. Вы знаете, что метеоризм не будет подречь, скажем, понятие вверх, в руки, избыточное скопление газа в кишечнике, проявляется в грудьем живота, возможность объединения вверхного количества дошелительных газов, как называемое в 2,5 млн. В норме человека в заводке кишечника содержится около 2,9 кг, обращающие преимущества в результате деятельности и программы. Их мы все видели, вам показывали, да, и их присутствия способствуют к измерению газа, в зависимости от видов инфекции, в видеобактерий, различных грудь газов. Все являются причиной метеоризм. Это воздух, попавший во время поглощения пищи, газ из газированных наркотиков, газ, образующийся от соляной кислоты и щелочной желчи, вещества, образующиеся во процессе переваривания пищи, выделение воздушных масс во время жизнедеятельности патериальной микробора кишечника. У взрослого человека в процессе дефекации и вне ее из кишечника в норме за сутки выводится до 0,5 литра газа. При метеоризме объема водимого газа можно достигать 3 и более литров. Вот такое, вы видите, человеческий, да, с большим животиком, розовым газообработанием. Так вот, состав газовой смеси у здоровых людей. Вы видите, до 90% вазон, литрический газ до 23%, кислород – 23%, водород – 47%, метан – до 26%, а также небольшое количество сероводорода, аммиака и ведущих меткотан. Неприятное состояние проявляется отрыжкой и кота, и чувством тяжести, распиранием в животе, приступе с водкообразной боли, исчезающей после отхождения газа, иногда диарея и приближающие запоры. Произвольный или непроизвольный акт выброса газообразных продуктов жизнедеятельности из кишечника называется платус, часто сопровождается характерным резким луком, синтаральной резонансой. Аэропагия, анорексия и булимия, гастрофорез, функциональное вздутие, функциональная диспепсия, непереносимость лактозы или фруктозы, прием пищевых углеводов, целиакия, хронические запоры, СРК, сивер, нарушение баланса кишечной микрофлоры, дивертикулы тонкой кишки, нарушение моторики, кишечника и, например, кислородермия. Вот функциональное вздутие по римским критериям, что это такое? Это повторяющее чувство вздутия или увеличение живота в объеме, по крайней мере, 3 дня в месяц, в течение 3 месяцев. И при этом недостаточных критерий для диагноза функциональной диспепсии, СРК или других функциональных расстройств. Эпидемиологические исследования частоты вздутия при СРК, поиска 2%, это второй-третий симптом после абдоминальной боли и независимо от связи с тяжестью СРК. Эпидемиологические исследования частоты вздутия до 30%, смотрите, при популяционных исследованиях, части женщины, связь с мистральным циклом, 11% вздутия, СРК-запоров, диспепсия, до 9% увеличение живота, перекрест гастроэнцологических симптомов. Вот здесь тоже представлены рисунки, с левой стороны это базальный уровень, в норме внутриполосное давление идет сверху вниз, сзади наперед. И аналогичным образом в стимулированную фазу, то есть фазу приема пищи. А при патофизиологических механизмах мы видим, что давление идет снизу вверх, сзади наперед, и аналогичным образом в стимулированную фазу. Мы должны знать, откуда же газ в ЖКТ, откуда появляется и куда уходит. Вот если для желудка рассмотреть, то он идет вот с той пищей, о которой мы говорили, при глотании заходит и при отрыжке выходит через известный клапан пищевод. Но он и всасывается в газ непосредственно в желудке, вы знаете, что с левой стороны, под диафрагмой, под сердцем находится газовый пузырь, и там скатывается большое количество газов. Но и всасывается, еще раз повторяю, в кровь, и не просто в кровь, что пошел в артериальную, а в верхнюю приженчную вену. Только после этого идет непосредственно в печень, потом по четырем венам печеночным идет в нижнюю полую вену, и потом непосредственно идет в правый отдел сердца, именно в правое присердие, в правый желудочек. И после этого аэроионы идут в легкие, а после этого в метаболизме воздуха участвует, поступает непосредственно в левый отдел сердца и поступает в коронарные сосуды. И в зависимости от качественных характеристик и качественного состава газа будет реакция коронарных сосудов. А в тонкой кишке в норме, бактерий там нет, идет ферментативное пищеварение. Но там тоже могут скапливаться газы. И они могут быть связаны с нарушением пищеварения и могут быть связаны с наличием бактерий, которые там присутствуют. А в толстой кишке, да, и вот это пищеварение называется небактериальное ферментное. А в толстой кишке бактериальное идет пищеварение. И там тоже образуется масса различных газов. И в толстой кишке газы всасываются в восходящем отделе и в поперечной ободочной кишке через верхнюю приженщенную вену. А из нисходящего отдела толстой кишки и с ректом, где раки чаще всего бывают, всасываются через нижнюю приженщенную вену. Поэтому на УЗИ надо обязательно, чтобы УЗИ сдавало вам представление и от этих вен, от артерий, которых нуждает, и вены. Вот мы составили паспорт метеоризма, я много раз докладывал, на выдохе, на вдохе, в желудке, в тонком кишечнике и в толстом кишечнике. Значит, может быть элементарный, динамический, механический, дисбиотический, дигестивный, это известный вас. Можно определять наличие метеоризма, увеличение живота при помощи абдоминальной плетизмографии. Можно с ленинговыми методами, которые мы используем в себе в клинике, очень прекрасно. Все больные гастроэнтерологические, которые жалуются на боли в животе, подлежат эндоскопии. И при эндоскопии забираем воздух прямо с желудка, с газового пузыря. Быстренько анализируем и видим, какие процессы проходят в самом желудке, какие бактерии там находятся. И нам сразу становится понятным, какой процесс метеоризма желудочный. Затем за мной заходим в кишечник тонкий, берем газ, ароионы и видим, какой процесс там проходит. А когда колоноскопия делается нами, мы заходим в восходящий отдел толстой кишки, берем газы. И в восходящем, поторечном подочном, нисходящем отделе и видим, какая флора. Тут же сразу говорим, есть диспиоз или нет. И какая флора доминирует. Сахаролитическая или противолитическая флора, метанообразующая или серообразующая флора. Вы знаете, что сейчас раки в мире доказано. Больше там возникает, где скапливается метан и сероводорожье. И у нас свои газоанализаторы, графические графики выстраиваются. Вы знаете, тот воздух, который мы вдыхаем, он содержит только три компонента. Ну, два основные. Это 79% азота, 20% кислорода и 1% только углекислого газа и других газов. Все. А когда человек выдыхывает, то вот эта пропорция по азоту остается практически неизменным. Но снижается концентрация кислорода и увеличивается различное количество газа. И они могут быть связаны с деятельностью бактерий, с пищеварением. И от характера пищеварения будет и газовый состав, и нюхательный состав этих газов и так далее. У нас селективные датчики, которые определяют массу этих параметров сразу. И мы можем графически все регистрировать. Здесь вот внизу, это тоже наши программы разработанные. Внизу аммиак у человека, базальный стимулированный уровень NH3 с улекислым газом. Здесь сероводород, образующие бактерии у человека. То есть дисбиоз толстого кишечника с доминированием сероводород, образующих бактерий. Люди, которые содержат большое количество их, имеют вот такие значения. Они чаще всего с пониженным давлением ходят. И потоники. Их можно или повышать давление, или дать антибиотики, или уничтожить вот эти бактерии, которые продуцируют сероводород. И таким же свойством, если кто-то когда-то пил в жизни коньяк, то коньяк тоже содержит количество сероводорода, H2S. Поэтому у меня вот есть устройство, когда человек заходит ко мне, датчики показывают, а я уже знаю, что он выйдет. Если у него вот водка, значит, C2H5UH, если коньяк у него, H2S, C2H5UH, если там вино, это так, H3 будет, вот так. И C2H5UH, пиво, водород будет, вот, и улекислый газ, вот, и так далее. То есть, явное, все тайное становится явным. Так вот, оказывается, существуют семитиконы, которые вот эти газовые пузырьки разрушают. Они обволакывают их, разрушают и выводят, или всасывают, понимаете? Можно, чтобы отрыжка была, вот, и газ ушел за отрыжку. А можно так разбомбить их, что они всасутся непосредственно в тонком виде верхнюю брюшеничную вену, и потом свободно выйдут через легкие. Вот здесь представлено на примере эспомизана. Вот вначале сколько, и вот видите, только кишка, так. Эспомизан, мы его все принимали. Я даю вот практические рекомендации. Вот они есть в таблетках капсулах, а есть в каплях. И вот у тех людей, и особенно у детишек, у которых вот чувство распирания вот поел, и чувство распирания газовое, лучше сразу накапать капли и выпить. Вот этот газовый пузырь, который образовался, он быстренько-быстренько полопается от семитикона, и вот детишки маленькие его сразу облегчение чувствуют. Или оно в виде отрыжки выйдет сразу же у детишек или у взрослых. Или всосется в кровь, а потом через легкие выдыхается. А если уже диспетический синдром там через час, полтора, два развивается и так далее, то лучше, конечно, пить уже в капсулах. Сразу с едой из капсулы. Вот этот помидан в капсула. И вот ребеночек, библиотик болит у него, он капли капли и все. Ну и, повторяю, и взрослых. Ну и обязательно давать ферментные препараты при синдроме метеоризма. Не надо стесняться. Вот мезивы различных видов, пангролы, пангролы, пангролы. Вот начинается пищеварение. Чем быстрее пищеварение наступает, даже в желудке, может, они поигнут половину. Но зато в 12-перстной кишке меньше будут работы. И здесь, что сказать, что пангролы, еще раз повторяю, я говорил, что пангрол, чем отличается от других ферментов, то можно непосредственно рассчитывать для беременных кормящих и стартовые дозы. Можно легко рассчитать на килограмм массы. Конечно, смех лучше лекарства, но не при поносе. Метеоризм лекарственный, полипрагмазия. Я не буду повторять, что в практике у вас это часто будет.